Многое, что вышло из-под пера Екатерины II, было написано с помощью этого прибора. Личная чернильница из чистого серебра стала свидетельницей не только подписания важных государственных документов, но и личных переписок и творчества императрицы. «Она вела очень активную переписку с европейскими монархами, с французскими присветителями. Она писала пьесы для Эрмитажного театра, писала сказки и рассказы для своих внуков. То есть у нее была такая очень активная рабочая жизнь». Искусственный предмет в 1775 году императрице подарил придворный государственный деятель Иван Елагин. Как и многим другим личным вещам Екатерины II, чернильнице было суждено стать экспонатом музея. За годы правления Екатерина расширила границы государства, усилила армию и флот, укрепила экономику. Но в Бурятии ее помнят за другое. В 1764 году императрица объявила буддизм одной из государственных религий. Национальный музей вел долгие переговоры, чтобы заполучить хотя бы один личный предмет правительницы. «И мы, в общем, просили платье Екатерины. Но там есть объективные причины. Там по причинам реставрационным сложно было вывести данный предмет. В принципе, речь шла только об одном предмете. Но так получилось, что государственный эрмитаж, в общем, сделал нам двойной подарок». В итоге улан-уденцы увидят сразу четыре экспоната. Чернильницу, портрет императрицы кисти Федора Рокотова и еще две картины. Аллегорическое изображение побед России в войне с Турцией и вид на дворцовую набережную со стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге. «Это самая дальняя точка России, куда эрмитаж привез свою выставку на машине. У нас есть выставки и в Владивостоке, и в других городах. Но обычно мы эти выставки направляем самолетами экспонаты. А в данном случае мы приехали на машинах. Машины ехали из Казани, где были до этого представлены экспонаты на выставке». Двери выставки «Екатерина Великая» распахнутся для посетителей уже завтра ровно на месяц. А в ближайшие три дня с 26 по 29 мая пройдут лекции, мастер-классы и кинопоказы в рамках Дней Эрмитажа. Записаться можно по номеру 21-40-08. Мария Кравцова, Константин Кармаев. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова